А сегодня говорим о России и о 10 фактах, которые делают ее самой-самой. Если вы до сих пор думаете, что есть страны, превосходящие Россию по размеру, ну скажем там какая-нибудь Япония или Англия, то ребята, вам нужно за школьную парту. Ни для кого не секрет, что Россия крупнейшая страна в мире. Ее площадь составляет более 17 миллионов квадратных километров, а общая протяженность запада на восток охватывает сразу 10 часовых поясов. И когда москвичи только идут на работу где-нибудь в Магадане, они с нее уже возвращаются. Россия превышает площадь США почти в два раза и примерно равна по размеру площади планеты Плутон. Одна только Костромская область занимает площадь, равную целой Чехии. Да, кстати, смотрите на моем канале видео про Кострому, которое входит в Золотое кольцо России. Архангельская область приблизительно равна Германии, Калининградская – Венгрии, Новгородская область – Ирландии, а Ярославская соизмерима со Швейцарией. Якутия и вовсе равна половине Западной Европы. Россия в 30 раз превышает по площади Украину и почти в 22 раза Турцию. В России находится самое глубокое озеро в мире. Раз, два, три – начало игры. Ну-ка быстренько написали в комментариях, о каком озере идет речь. Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете. Его территория намного больше площади Голландии и Дании, а береговая линия имеет такое же расстояние, как от Турции до Москвы. Озеро Байкал настолько огромное, что в него поместилось бы около 100 Азовских морей. И вот вам несколько удивительных фактов. В Байкале содержится примерно 1,5 мировых запасов пресноводных озерных вод Земли. И более 80% пресной воды России. В Байкале – 23 тысячи кубических километров воды. Это больше, чем объем воды, содержащейся во всех вместе взятых пяти великих озерах Северной Америки. В России проходит самая длинная железная дорога в мире. Длина Транссибирской железнодорожной магистрали составляет 9288 километров. Магистраль соединяет столицу России с крупнейшими промышленными городами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Строительство дороги началось в 1891 году и непрерывно продолжалось 25 лет. Из российской казны было потрачено полтора миллиарда рублей золотом. Еще около 300 миллионов рублей золотом было потрачено на ее восстановление после гражданской войны. Прокатиться по этой знаменитой железной дороге мечтают многие иностранцы, ради чего они приезжают в Россию. Эрмитаж – самый крупный старинный музей в целом мире, если считать не по выставочной площади, а по общей. В нем находится 3 миллиона экспонатов от каменного века до современности, что в 10 раз превышает коллекцию Чикагского института искусств. Если рассматривать каждые из них в течение хотя бы одной минуты, придется более 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать произведения искусства по 8 часов в день, чтобы увидеть их всех. Начала собирать эту огромную коллекцию императрица Екатерина II. Именно по ее прихоти в музее собраны произведения старых мастеров Эрмитажа. Филиалы этого грандиозного российского музея находятся по всему миру. Так, например, посетив Амстердам в Голландии, вы также можете заглянуть в Эрмитаж. Самая дорогая дорога в мире. К Олимпиаде 2014-го в России была проложена новая автомобильная дорога, ведущая от Красной Поляны до Адлера. На ее строительство было потрачено около 7 миллиардов долларов, при том, что протяженность дороги составляет всего 48 километров. Это примерно 140 тысяч долларов за метр. В России находится и самая большая средневековая крепость в мире. Московский Кремль. Самая крупная средневековая крепость России, Европы и всего мира. Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров. Крепость представляет собой неправильный треугольник, площадью 27,5 гектар. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная к Александровскому саду, восточная к Красной площади. Самое известное оружие в мире. На сегодняшний день у населения Земли на руках около 100 миллионов автоматов Калашникова, также известного как АК-47 и Калаш. Это больше, чем всех автоматов других, производителей вместе взятых. Автомат Калашникова также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Оружие хорошо известно своей надежностью и простотой. За это легендарное изобретение Михаил Калашников был награжден Орденом Красной Звезды и Сталинской премией. Мало кто знает, что за 9 месяцев до смерти он написал покаянное письмо на имя патриарха Кирилла. Метро в Москве и Санкт-Петербурге. Да, в последние годы мы уже не занимаем первые строчки в мировых рейтингах по красоте, глубине и количеству станций метро. Но в России два метрополитена, имеющие развитую систему в Москве и Санкт-Петербурге. И на протяжении всей истории наше метро входило в топ-10 самых красивых, глубоких и самых больших. Да и как в Москве, так и в Санкт-Петербурге существуют целые экскурсии по московскому и питерскому метрополитену. Самая длинная река Европы – Волга. Самая крупная река в Европе и одна из крупнейших рек на Земле. Ее протяженность составляет 3690 километров. В нее впадает более 200 притоков. Их общая длина вместе с Волгой – 357 тысяч километров. На Волге расположены 4 города Миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк, потому что это помогает в развитии нашему каналу. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно сделайте это. У нас много всего нового из мира путешествий и туризма. Ну и конечно не забудьте подписаться на нас в Инстаграм, где мы ежедневно публикуем полезные и интересные посты.